Данным Росстата с 2023 по 2046 год из-за превышения смертности над рождаемостью Россия потеряет почти 13 миллионов человек. Прогноз на 2024 естественная убыль больше 675 тысяч человек. В 2025 году больше 693 тысяч. Средняя скорость, с которой вымирает страна, больше 2000 человек в день. Естественную убыль население официальная статистика фиксирует 9-й год подряд. В прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек. Годом ранее естественная убыль составила 594,5 тысячи человек. А в 2021 на фоне последствий пандемии COVID-19 достигала рекордных в современной истории страны 1 миллиона 40 тысяч человек. Накопленным итогом в 2016-2023 годах Россия потеряла в результате естественной убыли 3,5 миллиона человек. Население Тульской и Белгородской областей вместе взятых. Или 4 таких города, как Тюмень или Саратов. Из публикации в телеграм-канале The Moscow Times. Демографический кризис в Федерации усугубился после начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за мобилизации и эмиграции. В Министерстве обороны Великобритании в мае 2023 года озвучили возможное количество уехавших из Российской Федерации с 2022 года до 1 миллиона 300 тысяч человек. На войне России против Украины российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла 458 тысяч 580 солдат. Восполнять эти потери приходится постоянно. По итогам января-марта 2024 года обеспеченность кадрами российских компаний достигла минимума за всю историю. Нехватка работников отмечается во всех ключевых отраслях российской экономики. Из-за этого предприятия вынуждены сокращать объемы производства. Теперь в стране решили привлекать к работе подростков. В российских школах детям будут рассказывать о пользе трудоустройства на предприятии военно-промышленного комплекса с 14 лет. Рекламная кампания уже началась. В агитационной короткометражке сняли актера сериала «Слово пацана». В школах и колледжах будут рекламировать студенческие отряды и работу во внеурочное время. Как следует из методичек, педагогам поручено возрождать советский культ труда и стимулировать детей идти на работу со школьной скамьи. В школах РФ расскажут о пользе трудоустройства с 14 лет. Беседы пройдут после появления идеи отправлять детей на заводы ВПК. Из сообщения телеграм-канала можем объяснить. Власти Татарстана уже подготовили программу так называемого «Содействие занятости молодежи». Она должна обеспечить трудоустройство подростков с 14 до 18 лет на предприятии военно-промышленного комплекса. В первую очередь планируют отправлять на работу детей из неблагополучных семей. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова